Аспирант не сильно переживает. Ой, Тейка, привет! Тейка! Я видел клипчик с твоим танцем вчера. Забайтился на название, но не успел досмотреть, потому что там полторы минуты. Вот. Но начинаешь ты уже, да, прям по это самое. Тяжелую артиллерию, да, выводить? Я образно говорю. Письмо в студию, мы коллективно ответим. Да, 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 да. Как запорожцы турецкого султана. Привет, Славка. Элдер, здравствуй. Какие старички потянулись. О, протектор первый, Муна, был обнаружен. А, дерзость не пройдет. Дерзость не пройдет. А где Ютуб? Не знаю, где Ютуб. Сейчас попробуем мы своими силами пока включить это все дело. Стартанул. Слоин тащи, говорит, пяти копейка. Вот ты, вот ты смотри, какой. Все, Проктонус, я принял от тебя. Но хороший имейл. Там, собственно, ничего, кроме того, что я прочитал. Но переслал на всякий случай. А, ты типа расист, да? Просто пяти копейка. Ненавидишь эльфов. Слушай, они будут, будут тащить вне зависимости от того, любишь ты их, не любишь. Козел ждет выхода Сахи. Блайт в это время качается. Бро говорит, болею всегда за аутсайдера. Соин, еще и матч обсомнительный. Соин, тащи. Вот с этого Арктонуса у меня начался сегодня день. Опа, прикапывается первый Грунцер. А куда они вышли? А куда? Не проверили, а тут протектор. Уууу, начало подкачало как-то Орка. Что такое? Слушайте, а если я буду это самое, комментатором, который топит сегодня за эльфов? Вам, наверное, приятно будет, да? Три матча. И во всех трех будет эльф. Там ТГВ будет просто счастлив. Он окончательно перейдет на эльфов. И экспантмун делает. Ооо, и протектор закапывается в деревьях. Ооо, только в Испании хватает для того, чтобы спасти Хантреску. И еще Гранта нужно обязательно подрезать. Скролл в спид. Ну где Веспы? Вот Фогич в этом плане очень хорошо все сделал. Сейчас же умрет Кипер. Ты что делаешь, Мун? Ладно, успел. Анклав просыпается во мне. Такое редко бывает. Протектор есть, экспант есть. Три не хватает. Да, да, да. Это как один из запоминающихся матчей Фоги против Кэша. Подрезает Грантов, ставит протектор, делает нычку, делает так. Ооо, козел уже вернулся. Ооо, козел вернулся. Еще одного Гранта... И выкапывается протектор, что? Сейчас съест елку и закопается еще. Что? Он здесь полчаса будет сидеть, что ли? Капец, какая халява, эти эльфы ваши вообще. Ладно, минус Кипер. А потому что виспов с собой надо брать, дурында. Эти два раза говорил про виспов. Виспа меняется на хек спокойно, и все. Не теряешь ты хантер-эску, не теряешь ты козла. Дешевле, дешевле, эффективнее, чем отдаваться так. Миша, где трансляция на ютубе? Бобрый день. В смысле, трансляция на ГГ. Что за вопрос, Гроулер? Если серьезно, я стартанул, не стартанулось, как обычно, ждем аспиранта. Присоздавший ключ, все дела. В записи есть, на всякий случай. Микер, зачем отменять здание это время, чтобы его бить? Сложный вопрос, буквально сложный, поэтому не могу сказать правильно, не могу ответить. Но сейчас, кстати, у Муна не такая хорошая ситуация. Да, у него кипер сильно поднапряг, поубивал юнитов. Да, лимиты у них даже равные получаются. Ну, козел-то у него битый. Погнали. Тут бо-5, Брок. Тут бо-5. Спасибо за отличную графику, всегда бы так. Делаю, что могу. Как бы вот все, что в моих силах. Так, Блэйдмайстера гонят. Опасный момент. Четыре гранта на кипера второго левела и протектор. Ну, там есть еще косвенный плюс Энигмы из серии, что база в это время гарантированно ставилась. То есть ты все согласно своему плану делаешь. Ну и то, что, наверное, СХ выходит пораньше, чем Алхимик. Ну или, по крайней мере, крепится побыстрее, чем Алхимик на старте. А ты его вот таким вот образом озадачиваешь. Хотя сейчас я смотрю СХ 2.9, Алхимик 2. Сокол говорит, да тот орк уже слил. Но я бы не был столь категоричным, учитывая то, как Мун отдает своих героев. СХ без лечения это сейчас дешевле решается, чем раньше. А тогда лечения ему не хватает явно. Придется переучиваться. Он будет переучиваться перед атакой. Приказывает, говорит, о, божественная графика рефорж. Мне что-то кажется, что во многом дело с настройками видео. Потому что вот эта вот блеклость и это мыло, это не из-за того, что рефорж. А из-за того, что там нас поднастроили, блин. Суин любит первым хекс, чтобы хил сбивать. Ну тогда ему, по крайней мере, свитки лечения нужны. Один он приобрел, потому что другого способа лечиться нет. Выходит Суин ставить базу. Здесь уже виспы готовы. Барак танкует. Иллюзии. Иллюзии готовы. Виспы не задиспелился. Один задиспелился в трех грантов и Блэйда другой. Ну и все, пожалуйста. Вот у тебя свиток лечения. Ты его должен уже... Как без лечения здесь вообще? Как здесь без лечения? Скажите мне. Блэйд стоит, просто курит в сторонке. Ничего сделать не может. Ладно, падает первый кот. А ситочка пошла. Блэйдмастер не может просто подойти. Он ждет, когда целесообразнее будет сделать свиток. Делает свиток и как бы все равно отлетает сейчас. Потому что, ну, вернуться он не может в сражение. Но поэтому он не возвращается в сражение. Минус грант, алхимик третий. Пошло лечение. Хекс хороший. Против лечения. Грунтера надо фокусить. Но вот без Блэйда, чувствуете, вообще урона нет. То есть там только змейки котов поотстреливают и все. Нет вот этого врыва. Нет критов. Нет Лайфник щелда. Нет лечения, нет Блэйда. Вот и все. Либо инвул и свитки с бутылками. Либо ты стоишь в сторонке, куришь. Потому что прикопка, оситка, фокус и все. Пришел, постоял и ушел. Вот реально, Суин сделал максимум из того, что мог сделать. Потому что если бы он проявил неблагоразумность, так скажем, и пошел бы более дерзко Блэйдом, он бы отлетел в ту же секунду. Все, тут уже машина начинает работать. Экспанд плюс 10 лимита у Эльфа. Экспанд контролит. Сейчас Ван Гуэвис превратится в какой-нибудь протектор Лиаоф на Экспе. Это самое логичное решение сейчас от Муна. Прям самое логичное. Мун, не подведи. Ставит. Ес, нано, нано. Кто здесь Мун? Да, Ютуб будет. Ждем Аспиранта, друзья. Все, и теперь нужно у Орка возвращаться, чтобы барака не было. Эльф идет в атаку, через магазин покупает цветок лечения. Спасибо, что подсказал про ГГ-приложение. Боб Ромейдж говорит, освободился от Рапстого браузера. Нифига себе. У нас приложение андроидовское, из которого ты пишешь. Хорошее причем оно. Оно уже несколько лет. Оно постоянно обновляется. Но вот просто iOS-овское приложение, оно новое. Сейчас принципиально новое сделали. А андроидовское, оно, не знаю, года, лет пять, наверное, уже у нас. Орчи на проходе. Мун, алло, разбудите Муна кто-нибудь. Ё-моё. Орчи на пробеге. Там кто-то спрятался, кто-то пострадал. Нужно лечиться. Ой, ну в последнюю секунду разрушил. Там, правда, протектор еще мог раза два выстрелить. Но Мун сейчас сделал очень странную вещь. То есть, вместо того, чтобы идти, давать бой, который он мог дать, потому что плюс 10 лимита, он пробежал небрежно очень арчами сквозь все. У него умерло минимум две арчи, скорее всего больше. Но он, знаете, он халявит сейчас. Он отменил, чтобы успеть сделать Т3, посидеть на лимите в апкипе, а потом резко выйти. Это мега грамотная штука, но хотя бы арчи надо было доконтролить, правильно ведь? О, аспирант здесь есть! Аспирант, значит, он включит. Или уже включил? Включил уже все, что нужно. Спасибо, аспирантерс. Я там отключил рестрим на Твич. Ну, потому что он не нужен. И уже 60 лимита эльфа. Здравствуйте. Виспов Пурджет. Они вынуждены диспелиться, но второй задиспелился неплохо. Блэйд. Под Лайтнинг Шелдом врывается. Диспел на Блэйда хорошо. Там уже Арба у козла есть. 56 лимита на 46. И скорее всего уже есть меткость. Я думал, в 13 начало. Да, они сегодня так вот. Спасибо, Гроллер. А вот и Патмаплис, 10 урона еще. Почти всему, кроме Алхимика. А Алхимик часть времени вообще не атакует. Провокационный протектор. Не-не-не, тут дни орка уже сочтены. То есть это атака, если, конечно, Мун не выкинет чего-нибудь такого экстраординарного. Она уже все. Она уже последняя, фатальная. Преимущество не только по лимиту, но и по технологиям. Вард стоит. Арчам не спрятаться. Свитка не хватает, Муну. Блайду здоровья не хватает. Прожимает инвул, но сейчас будет второй хил. Арчизы разбегаются. Классно! Сплит Арчея очень классный. Выкинул ману, восстановил ману с иха. Сейчас Блайда нужно лечить снова. В целом 47 на 64. Протектор стоит. Добавляет еще прилично урона. Алхимик. Ну, опять вот это Мун. Просто вот, куда ты пошел? Ну, у него став есть на самом деле. Правильно сделал, что не стал ждать. Ой, тут же возвращается! В ту же секунду Алхимик полный возвращается. Вот почему он особо не боялся окружений Ну все, 67-43 Где-то далеко там в Германии плачет один сокол Алхимик ни одного заклинания за бой не сделал Да, пишет Блай Я что-то тоже лечен... Нет, подожди, кажется он кидал оситку Он кидал оситку? Один разок Да, оситку кидал, говорит Юби Ну минимум раз Я, если честно, не помню лечения ни разу Но оситку он кидал Ну и мана была в половинке перед тем, как он улетел, там говорят А, лечение... Хексанули сразу? Виваби рассказывает сказки Сыха без хекса у Виваби захексил О чудо! Виваби! Я вижу, как ты улыбаешься Это вот неловкая улыбка Ладно, просыпайся Да он переучился в середине игры, у него хекса уже нет Сто лет Патма получает... Ой, Патма пошла нубасом сюда А уходит с третьим уровнем и с барабанами Оооо... Картина маслом в Гудгеймоции пишет коллективный ответ КХЛ, да-да-да Тебя не проведешь Проводили уже Ох, там такая гапша арчей просто Нужны только виспы Чтобы это все не развалилось Суин лезет нормально так Иллюзия у Блэйда У-у-у-у-у Ну что с Патмой вообще делать Которая стучит на 27% просто Барабаны свои Убить Патмой, я считаю, нужно Она к магазину Оп, и бутылку выпила 43-64 Муна Касарь на руках Орг разваливается Пишет ГГ выходит Ну смотрите, даже несмотря на мега аркаду и неиспользование виспов при агрессии, потерю хантрес, потерю телепорта и потерю кипера Мун настолько... эльфы настолько халява, в правильных руках особенно, что... ну ничего не сделать Все же нужно было делать сжигание на 25 ман у виспов, а то шаманы плачут Да нет, нормально все Сплитить надо лучше Да, может стоит их сплитить, вот Лин сплитит Адиспола Кстати, хорошая тема, опять вот вопросы У нас не успела закончиться первая игра, уже сразу по балансу вопросы А когда вы смотрите игру, например, Муна против Суина, а потом Лина против Фоги У вас тот же самый мэтчап, те же самые стратегии, а результат может быть разный Как бы, если следовать вот этой логике из серии, надо было делать, чтобы сжигание было по 25 Надо добавить там грантам немножко урона, надо вернуть две гелы Блэйду Представляете, после каждой игры человек бы на балансе сидел, такой, да, надо И такой, хоп, правит патч И выходит такой патч в середине игры В середине серии Ну, тут масса действий со стороны обоих игроков Одни и те же расы, одни и те же страты И абсолютно разный результат Поэтому Может, стоит не давать тебе один юнит и ДПС, как у тебя три юнита в других раз? Ты имеешь в виду хэдхантеров? Но я бы их тоже подрезал, на самом деле Потому что берсеркеры — это самый вообще топовый юнит Абсолютно согласен Вот тут соглашусь Даже бы пролоббировал А то рейндж у них уже почти по умолчанию такой же, как у всех стрелков Урон выше Еще грейд самый топовый на Т3 Ну или арчам меткость тапать нужно Ну, не четверку, а хотя бы шестерочку давать И все равно она будет хэдхантеру проигрывать дико Ну, вон был же Хекс Да, два сражения назад А приложение на iOS научится работать свернутым на фоне А если ты напишешь в отзыв с приложением То с очень высокой вероятностью Хадрос научится А ты старое используешь приложение или новое? Потому что вроде как новое уже с фоновым воспроизведением, не? Даже Граби говорил, что ха-ха, ошибка Я не читал именно этот отзыв от него Ренеган говорит Здравствуйте, Михаилов Вы меня банили? Интересно, за что? Ой, слушай, надо смотреть Я же так не упомню Сейчас посмотрим Раз уж ты не помнишь, за что тебя банили Ну, там у тебя три бана Первое спасибо, если что, они лохи Ну, как бы у нас оскорбление не приветствуется Вот, а следующий Назвал школьником помощника Он не школьник А третье, третье сложно сказать Потому что забанили фактически за фразу И я серьезно? То есть есть какая-то первая часть Сообщение Но тут уже не понять Что ты имел в виду Это останется Может, ты вспомнишь Нарезаем клипчик Нарезаем клипчик Майкер плохо говорит Да, хорошего настроения вам, друзья Сегодня у нас суббота Наверняка у многих из вас меньше дел, чем обычно Мы смотрим первый матч плей-оффа Сегодня четыре четвертьфинальных матча нас ждет Серии Бо-5 Много топовых игроков На десерт Фоги против Лина В общем Ну, раз банили, то извините Я не хотел Тебя смотрю Всегда, когда варик Спасибо, Ренеган Не скажу, что было просто Читать твое последнее сообщение Но спасибо тебе за него Андерсон, спокойно Спокойно, держись в руках Дело странное Запутанное, говорит мортирчик Четыре Четвертый бан, чтобы знать наверняка за что Не-не-не Баны, это, конечно, весело Когда особенно банят на тебя На потеху чата Вот Но Вот Пошли крабы уже Понеслась Сектоид командер Если честно, я особо не сомневаюсь в победе В победе Муна в этом матче Вот Достойный орг для него это Лин И близкие матчи против него Как правило, всегда получаются В сериях Но до Лины еще дойти нужно В противоположной части сетки Есть плюшки за баны? Нет Где тут помощник, чтобы школьникам назвать? О, ну вот, пожалуйста Типичный Муна Вот Что здесь Висп делает вообще? Зачем он зашел к нейтралам? Посреди бела дня просто Куда он там тыкнул? Просто вот Минус Висп Блэйд выбивает зарядный Ну он тыкнул приблизительно Чтобы смотреть, где находится Блэйд Крепит он наверху Или здесь выбивает артефакт Ну и тыкнул криво, получается Все, по бегушке пошли Ты считаешь себя наглым и высокомерным? Или справедливым и скромным? Наглым и высокомерным, конечно же Ты что? Пацаны в чате не дадут соврать Мы вообще попробуем сегодня в XCOM скипнуть лазерку Это говорит о наглости И сегодня будет также первый победный трай Это откровенно говорит о высокомерии Так что Куда ни глянь Везде наглости и высокомерия Там скинули ссылку на профиль Джоки Как без лазерки, как мутонов убивать Убеждать Что сопротивление бесполезно Что как бы сначала поговори с моим мэком Или с этим, с хромовником Прогрессивные страты поперли О, Рио Дао, привет Сикфауль дарит 5 примачков Так пси-раши в исполнении Бабрада живем Ну и чай не последний трай Не первый Первый и не последний Так скажем Может и в этот раз на пси пойдем Черт его знает Я думаю госпиталь Это для слабаков здание И можно вместо него поставить О-о-о! Дерево в интересном месте его находит иллюзия Блэйда! Ай-яй-яй-яй-яй! Иллюзия нашла! Кто первый? Ай, кролик блочит! Козла, быстро за персоналкой! Он же купит! А, он не купит! А чё Блэйд не купит? Блэйд не увидел? Я не понял. Он не увидел! Он либо исчез за секунду до определения дерева... О-о-о! Как не повезло! Да они у... Это самое, Энигма. Они же убрали экран до того, как... Она кончилась в тот момент. Блин! Мне казалось, она на границу дошла. Рабочие ищут протектор, не могут найти. Подрезается раб. И выходит сыха. Ничего себе сыха, какой наглый. Ну хотя, со змейками можно это сделать. Начинает с тролля. Змейки ДПСят. Быстро очень тролли убивают. Амун собирается хрипджекать. Но это опасно, потому что змейки, персинговый урон, все дела. Если пустить козла в огород. Первым. Осидка. О-о-о! Давай окружаем Блэйда, который в невидимости. Бедный кот, бедный кот. Кот падает. Сыха, сыха, никакой сыха, сыха! Ой, как ему там надавали. О-о-о! О-о-о! Под Блодластом надо! Еще разок! Еще! Убей его! Прям на базу бежит Огр. Ничего б себе. Вы видели? Минус грант, минус криппинг. Сыха в шоке. У него фобия будет после этого. Почти до... Прям до самой базы его преследовал этот Огр. Фух, отлегло. Обычно они так далеко не бегают. Но этот под Блодластом, там же дело во времени. То есть он не по дистанции, а по времени преследования. Грубо говоря, если скорость перемещения юнита высокая, он убежит дальше за время, которое выделяется на преследование. Поэтому товарищ под Блодластом очень бодренько может добежать далеко. Аграфобия, да, аграфобия. Да. Арча пошла по змейке стрелять. Я думаю, что ее игнорит? Она... Ой, блейд, 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 блейд! Битый блейд! А у нее камень жизни, точно. Сейчас он камень жизни продолжит прожрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Козел подставляется. Хекс. Ой. Мун, нет! Минус козел. Причем он же помнил, что там камень. Или не помнил. Ой, Мун. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги, беги, дурак. Вот это был странный врыв. То есть он прям вложил очень много времени, ресурсов в попытку убить блейда, у которого был камень жизни. И про камень жизни он должен был знать вообще-то. Ох, тут такое дерево в стиле Муна. Офигеть. Вот в чем еще была проблема. Параллельно с этим всем, Мун ставил экспанд. Капец, он псих. Опс, который тыкает по карте, он не успевает даже треть показать того, что делает Мун. То есть что там на базе происходит, что там на экспанде происходило. Он тупо одну картинку показывал, где вот бежали мы за этим, за блейдом, и все. А там параллельно еще происходили три события. Ооо, это плюс шесть агилы, так вдохновили комментаторшу. Ей нравится много агилы. Ловкие блейдмастеры в цене. Чинится эксп. Ну, опс, на голде какой-то, да. Он очень вяленький. Уже не в первый раз замечаем. Не показывает, что нужно. Медленный капец. Хороший разведывательный висп, стандартный. Три-три, кстати, орка. А тут два-три. Ну, козлов терять не надо. Как здесь сражаться, непонятно. Ну, как-то надо пытаться. Порч, алхимика начинает бить. Он выпивает из Мунвелла, но у него какие-то проблемы. Оооо. Химику телепорт успел передать. Вы видели, как Мунн заблочил вообще алхимика? Жесть. Не, они, Сойин очень хорош. Ну, Мунн, конечно, красава. Там вообще алхимик в такой ситуации умирал. Он как-то его затыкнул между своими, что Блэйд не мог достать до него. Никак. Как здесь сражаться против такого количества змей и шаманов? Хантреск падает одна. Маны нет уже у этого. У Сахи. Алхимик тоже довольно битый. Тыкают Блэйда. А что у Блэйда? У Блэйда ни хрена нет! У Блэйда ни хрена нет! Капец ты, Аркадий! Просто! Там осталось на одну тычку. Сойин, конечно... Ой, чини, чини, чини! Ай, что, Мунн, блин, ты... Короче, я понял. Не-не-не, Мунн в своем репертуаре. Капец. Ай, Мунн. Мунн, ну блин, ну Мунн. Ладно, ты не чинил, когда ее били. Я сегодня буду гореть. Как я сегодня буду гореть? Луна нестабильна. Все правильно, Ксалнак. Все так и есть. Да все, он будет с одной базой играть. Т3 погнали. А, у него Т3 до этого был заказан. Такой, конечно, Мунн псих. У него вот эта вот амплитуда, конечно... Скилла, так скажем. Принятие решений, она... Ну, дикая какая-то синусоида просто идет. Круто-круто, плохо-плохо. Круто-круто, плохо-плохо. Орг проверяет эксп... Экспонент. Мунн пытается за это время собрать красную. Грамотно, конечно. Телепорт у него есть. Мунвел ломают, надо сразу восстанавливать новый. Папский лимит 53. Не понимаю я его. Ну, сдать кота, выгоды будет больше. Все равно ты в Т3. О, это медалька у алхимика. О, 5-5. Самый хороший 5-5 для алхимика из возможных. Чезы, говорят китайцы. Что бы это ни значило. Причем синхронно. Наверное, это халява по-китайски. Ну и... Смотрите, сразу вот... Блин, я сразу об этом думаю. Как только идет какая-то пассивная штука, стояние у орка без... Надо проверять эксп. И Мун тут же перевесил виспа наверху. Алхимик вырывается вперед. Ну, тут нет смысла Суэну вообще сражаться. Я не вижу, за что он здесь сражается. Абсолютно бестолковое событие. Ну вот за что? Вы реально думаете, что на эльфийской базе под фонтанами вы кого-то там реально отобьете? Кого-то убьете? Уже минус грант один. Уже минус два гранта. Сказывается отсутствие опыта у Суэна в таких ситуациях. Даже хантреску отжать не может. Минус три гранта. Ладно, хантреску отжал. Блэдмастер минус... Ладно, две хантрески. Ладно, три хантрески. Три гранта на три хантрески. Да, уже лучше. Ой, привет, Мика. Будет сегодня что-то после Варкрафта? У тебя такие странные вопросы. Когда у нас после Варкрафта последние две недели чего-то не было? У нас там такой старт. Два инжа. Планы. Бедный Блэд. Ему реально без инвулов не жить. Арчи мажут снизу. Смотрите, сколько иероглифов. Могу перевести. Промах, промах, промах. Промах, промах, промах. Промах, 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 промах. Это еще наследие из первого Старкрафта осталось. Когда стреляешь снизу, один к четырем, что ты промахнешься. Да. У-у-у, дайте два эксчема. Да. Миша, когда PUBG? Вчера ты что, пропустил PUBG с Соколиком? Ой, там столько топ-1 было. Первую игру затащили, все остальные слили. Ну и все, Манчанская ВТ-3. Опять вот эта вот Арба. Опять этот Патма. Опять Арчи, которые стреляют с уроном миллион. И все. 50 лимита сидим, улыбаемся, машем. Алхимик почти пятый. Кстати, можно красную точку забрать. Я очень удивлен, что Суин не взял, не попытался взять красную сам. Потому что время у него было после штурма. То есть он отступал куда, ну, куда хотел, мог отступить. И в результате получается, что... А Алхимика зачем отводить? Что, с ума сошел? Ну, пятого Алхимика сделай, ты нормальный? Какая вторая Патма? Видимо, он Хекса боится. И понимает, что что четвертый Алхимик, что пятый, и разницы особо не будет. Из-за Хекса. Тогда правильно. Молодец. Что выпало-то? А-а-а, Аура Андеда. Для Арчи неплохо, кстати. Для регенерации, для маневренности. Бота не смущает в PUBG, но я как-то привык уже к Соколику. Все нормально. Ну, лутает и лутает. Руинит, руинит. Нет, стреляет он очень хорошо уже. Собирают они оставшихся нейтралов по карте. Мун пытается построить базу. Ну, это халява чистой воды. То есть просто... Но Мун был бы не Муном, если бы на свободные ресурсы не ставил бы экспанда. Сова. Йорк не проверяет эту красную. Потому что на самом деле нычка поставлена в правильном месте. Помните, когда Мун стелепортировался? Суин прокликал его героя. Мы можем только на 90% утверждать, что герои были прокликаны. Потому что нужно это делать. Проверять, какой артефакт там. Все равно. Не аурный, но какой-то. И Суин понял, что красная точка слева закреплена. И он даже туда сейчас не пошел. Крепится дальше. Он даже ее не разведал. Потому что... А смысл? Если там уже нейтралов нет. Но там есть база. И место постановки как раз рассчитано Муном было. Именно такое, что Суин туда не сунется. Крепится, по крайней мере. А, Суин докрепил ее. Тогда надо было последить за виспом. То есть висп должен был увидеть, что точка докреплена орком. Да, и подматриться в уровне уже хорошо. Прекрасно. Сава следит. Мун сидит на лимите 50. Провокация, чтобы орк напал на тебя. У Муна, конечно, наглости не занимать. У него 50 лимита. И нычка строится. При этом... Вообще абсолютно... Абсолютно без стыжа играет. Но орк проверяет экспант справа. Но почему-то не проверяет экспант слева. Я не знаю, как так. Готовится атака. За базу он не должен сражаться. Но вот, кажется, подозревает, что это орк. Пытается сейчас... Да, проверит. Ой, проверит. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, тут халява от Муна. Здравствуйте. Орк такой, что? Как? Я тут вышел из лимита. Я тут готов сражаться. А у него, оказывается, нычка. Раньше, чем у меня. И Мун не выходит из лимита. Он продолжает сидеть на лимите 50. Тут даже эльфы офигели от наглости. Которые смотрят. Ну, потому что это... Это что? Он делает Мунвеллов на 80. И у него косарь на руках. И он готов за экспант сражаться. Ты с ума сошел? Такой... И он так блефует грамотно. Он просто выигрывает время. То есть он готов уже этот экспант отдавать? Просто он еще не поленился. Вышел арчами героями со своей базы. Офигеть. Как он блефует. Как он блефует. Еще гранта подрежет. И нычку отменит. Ё-моё. Иногда, знаете, уже думаешь, ну тебя не удивить особо нечем в арике. Ну, столько мы матчей с вами посмотрели. Того же самого Муна. Просто сидит на лимите 50, полтора косаря. Видит, что орк выходит из лимита. Сам ставит базу раньше. Контролит его экспант. И еще делает вид, что он может что-то сделать. Офигеть. Все, и теперь выходит из лимита. То есть он поднакопил денег за счет обкипа. И все. И сейчас спокойно делает больше лимита, чем орк. Погнали. Оно того стоило. Но лимита у него будет больше. Так-то он вообще ничего не потерял. Ни одного юнита за этот блеф. Противнику не дал поставить эксп. Да, определенно стоило. Нычка на обкип разменяется. Он посидел. Сколько он посидел? Ну, три минуты, да? Три минуты. 450. По золоту лучше. Может быть, даже больше посидел, чем три минуты. Но будет масштабное как минимум одно сражение. У него еще закупка лучше, обратите внимание. То есть он когда сидел на лимите 50, еще закупался. Он купил второй арбуз, виток лечения, бутылку жизней. И нвул, две штуки. Орк не отменил нычку. Странно. Ну что, масштабное сражение. 70 на 70. Погнали. Аситка в самую кучу шаманов. Ой, какая боль. Виспы. Диспелят в самой куче тоже шаманов Иссыху. Козла пытается сломать у него инвул. Хилвард ставь, что ты? Хилвард слева где-нибудь. Ну, Хилвард ставь. Не беси меня, Хилвард ставь. Хилвард ставит. Козлу плохо. Лечит. Ой, там такое лечение. Два Хилварда. Хекс пытается Козла убить. Крит. Минус Козел. Другим больше лимита достанется. В смысле экспы. Потму, правда, режу. 250 крит. Инвул на Потме. Мун разваливается. По лимиту. Правда, Блэйд битый. Пятый Блэйд. Лечения нет. Шаманы убегают. Господи, какое сражение. 38 на 35. В одночасье разменялись. Просто. Вжух и нет никого. Дерево перекопалось. Главная орка. Начинает работать эксп. Уууу. А это не все. 5-5 героя орка. Это жимбовые герои. Самые. Такая нарезка там была от Блэйда. Сейчас надо как минимум козла ждать. Арбубу вторую взять Алхимик. Блин, сейчас Блэйд нарезать так арчей будет. Это страшно. 230 криты. Без прикопки очень сложно с ним что-то сделать. Сейчас третье лечение. Иллюзия. Блин, 270 крит. Минус шаман. Став. Став, куда? Лечение еще. То есть орк сейчас меняет ману на жизни арчей. Капец, там Блэйд у него. Когти, агила, серклетка, еще два кольца, чтобы его не так сильно убивали под оситкой. Даже с иллюзией крит. Злой какой-то. Да кинь-то оситку, ну. Все ждут козла. Неплохой размен ману на ресурсы опыта. Конечно. Это очень жесткий размен. Все с ихе просто затаривается. Он и затаривается маной, смотри. Реген один, бутылка, реген второй. Он-то понимает, насколько это круто. Жизнь арчей, это всего лишь мана для меня. Да-да-да. Но скипером должно быть попроще, если он сразу не отлетит сам. Я бы стафф еще купил по тме третий. В рамках текущего лимита, как раз, чтобы не выходить. Потому что сейчас именно стаффы могут... А, какой стафф? Блин, мейн, алло. Мейн не там. Блэйд выходит. Прикапывает сразу Блэйда. Асидка в рейдера. Минус рейдер. Улетел просто, никто его не заметил. Патмат четвертая. Критын, 230. Блин, лечение. Сетка. Минус арча, минус рейдер. Ой, как алхимик залечивает. Как алхимик залечивает арчей, вы посмотрите. Хилвард перебили. Блэйд нарезать продолжает. Еще крит. Инвул. После прикопки сразу. Лечение прекрасное от алхимика. Все, кажись. Луналики 2-0. Отпускает Блэйда. Став на арчу. Покупается на арчу. Блэйдмастер, блэйдмастер. Пытается убежать. Ай, у него мало здоровья. Маны нет. Не ту. Не в того начал. Прикапывай, прикапывай его. Прикапывай. Прикапывай. Есть, прикапывает. Тыкай, тыкай, тыкай теперь. Сейчас будет магазин. Мана, лечение Блэйда. Норка загнали. 47 лимита на 35. Ай, какая жалость. Что же делать? Вроде где-то там успокоился Соколик один, но опять пробивать начинает его на слезу. Мисс, 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 мисс у Арчей. Сетка хорошая на 2-2-8. По Блэйду. Фокус по нему. Лечение шикарное у Алхимика, но мана заканчивается, к сожалению. Асахата регенит ману, между прочим. Правда, я не вижу лимита уже у Арка. Особо. Ну, все, что осталось, то красное. Заходит наверх. Минус Рейдер. Минус Грунцер. Сыха еле живой. Блэйд под пристальным фокусом. Да, жизни нет. Будущего нет. Сыха последнее лечение. Не попадает по Блэйду. GG, пишет Суин. И это 2-0. Но еще не все закончилось. Но... Ну, тенденция... А я говорил, но это было понятно. Но, как бы, Мун есть Мун. Все, я устал на это смотреть, говорит Сокол. Приходи к Лину. И все. Поехал Яндека встречать. Давай. Там Яндеку письмо пришло интересное. Передавай привет. И запоминай, что он скажет. Бабушка Колорфула может тоже одолеть. Но там, я думаю, нулевого счета вообще не будет никак. Где козлячая аура, где? Не, она здесь не очень решает. Если ты регулярно диспелишь виспов, то у тебя часто энты пригождаются. Сражения классные были. Момент, когда Блэйд еле-еле просто ушел. Там нам не показали, сколько у нее хп осталось после выстала кипера. И вот эта нычка, которая, блин, пинали ее. Несчастные змейки и три шамана. И допинали все-таки. Странный пуш был от Сойена. Правда, увенчался он все-таки потерей. Потерей котов, которые вылезли с базы своей. Зачем-то вылезли. Не знаю, зачем. Уже здесь поняли, что не очень хорошая идея. Надо отступать. Не, не поняли. Хай такой классный у Хантрес. Просто. Здесь мисклик явно был. Дискотека идет. Видите, сколько шариков. Пиу-пиу-пиу. Очень много урона Орк сам себе нанес. Попытка Козла замочить. Реально, там Рейдер в куче был своих. И Гран тоже. Тут Орк Лайтнинг Шилдом нанес больше урона Эльфа. А вот сейчас уже хороший Лайтнинг Шилд на Арчей. Правда, компенсируется лечением вторым. Козлик умер с крита. Ну, здесь основа это орковские герои. То есть тут прям столько урона влетает с того же самого Блэйдмастера. Столько жизнью восстанавливается хай эффективно. Если на героя Сауры Кеннхек Сауры перестает работать на юнитов, так? Ну, через секунду она спадает вроде, да? То есть эффект от Ауры как... Уходит постепенно, по крайней мере. То есть ты героев дирижабли, кажется, убираешь, Аура тоже не сразу спадает. Там через полсекунды или через секунду? Да? Да? Если бы Мун вовремя чинил экс, победа была бы быстрее. Согласен. А так пришлось сидеть на лимите, копиться, ждать технологии, чтобы дать достойное сражение Орку. И то в том сражении скорее Орк победил, чем Мун. Нигу говорит, просто вот думаю, Муну стоило переучиться на второй левел от Шипели, хексом законтрит... Все равно эту Ауру. В смысле, хексить Кипера, чтобы контрить Ауру Шипов? Не-не-не, это прохладная история. Он того не стоит. Манас и Хи очень слишком ценный материал. Одно дело, когда ты алхимиковскую штуку диспелишь, которая стоит больше, чем хекс, и очевидный эффект приносит. Другое дело, там на 4 секунды вырубать. Хексить, чтобы убивать Кипера, заодно Ауру не будет работать. Да не такой большой эффект от Ауры в таких сражениях. То есть неприятно, но... Там больше урона наносит Lightning Shield, например, или тот же самый Blade, которому Аура не так много... А нет, Аура нормальному возвращает. Она же возвращает чистый, получается, мимо брони урон. Трастный Миг говорит, прикол, конечно, Фоги с нонеймом каким-то... Не выписал 120-го лавлиета, Хапач хорошо натренил Фоги. Ну, конечно, Суэй, по сути, да, но нейм молодой, 19-летний. Но мы же видели игры. Часть, по крайней мере, из них. И все вполне по заслугам. Или ты не веришь в Фогича, я не пойму. Или ты гонишь на Фогича, который там одну карту только отдал и вышел с первого места из группы. И по твоей логике, Хапач еще в эльфийском Мироре Фогича натренил хорошо, да? Почему не подставить ТЦ героя Морку более-менее равноценной Аура, чтобы была атака в лейте? Да у тебя Таурен будет отлетать. Просто от фокуса будет отлетать. У Лыда хотя бы уже раскачка есть какая-то. Армор хороший. И есть эскейпы. Ну, типа виндлока или там иллюзии. А Таурен со своим армором там в тройку на старте. Или в двойку даже. Эти 700 хп у него будут улетать за залп. Поэтому надо его как-то качать. А если ты качаешь Таурену третьем, то ты не качаешь Блэйда и Саху. А там важны пятые уровни. Что, они Блэйд 21 играют? Сколько можно мучить бедного? Это только первый орк из трех. Похоже, у нас будет действительно три моча по эльфорк. И бо 5. Что за новая карта? Ну, Тайт Хантерс, она не такая новая. Она в новом сезоне появилась пару месяцев назад. Может, побольше. То есть, может быть, на каких-нибудь низинах можно было подумать орку о третьем. А, подожди, какой третий герой, если там Т2 вообще? Там же Т2. Кстати, это хороший вопрос, почему там Т2. Потому что у Суина, если бы он сыграл так же аккуратно, как Мун, было много времени и ресурсов, чтобы спокойно свищнуться в Т3. Ну, хотя бы ради музыки для Кадоя и Ласта для Шаманов. Да, понятно, Веспы, бла-бла-бла-бла. Но мы помним, что Веспов нужно значительно больше, чтобы законтрить Ласт. И даже если там останется на пару кастов тому же самому Блэйдмастеру на Блэдласт, это будет колоссальная проблема для Эльфа. Пришел, добил, просто... А куда ты лезешь? Я не понял. Ты по динамике тут ничего не убьешь. Остановите орка. А можно его заблочить внизу? Пожалуйста. У нас один орк охренел. Его заблочить здесь можно просто, и все. Строй, 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 строй. А, там не заблочить. Там дырявое все. Я думаю, что там одна дырка, там две огромные дырки. Да. Продвинутая графика всегда так углядела, я ее упустил. Нет, они ее патчили несколько раз. Сейчас, на мой взгляд, она тоже выглядит попривычнее. Пока отходил покушать с Ютуба, лучший момент с прошлой игры. Что? Блэдмастер, Блэдмастер! Окей. Спасибо. Находит протектор. Хороший начало для Суэйна. Ну, он ожидал его увидеть. Мун даже не пытался делать протектор в первой игре. Я думал, он знает какую-то елку, которую не знаем пока еще мы. Насекомое нет, к сожалению. Не хватает желания и времени. Только в поездках где-нибудь, когда есть много свободного времени. И то в последнюю поездку я читал и перечитывал жалобу и наш отзыв, для того, чтобы лучше подготовиться к... Лучше поддрис перечитал к заседанию. Блин, Блэд ворвался, двух этих добил. Мурлоков. Приходится диспалить уже второго виспа. До тех пор, пока скелетов от Гуле не отличить, патчи бесполезны. Он там просто отличить по мячу. Четко видно на самом деле уже. Может еще по цвету, чтобы не только форма отличалась, но и цвет. Это грамотная штука. Мы об этом уже говорили, что в образах первичен цвет при сопоставимой форме. Цвет или положение. Те же самые кнопочки. Окей, канцел. Иконочки. Целая наука есть. Коты ждут, когда придет Блэйд. Не сразу просыпаются два кота других. А где персоналка-то сюда? Блэйд же отменит. Не, не отменит. Мун все рассчитал. Красава. Он и не стелепортировался, и отогнал, и сейчас еще крипджекнуть может. Правда, не совсем понятно, что здесь уже крипджекать. Пять змей. Ну, Гранта сейчас отожмет при помощи. А, нет. Лечение и замазка. Красиво. Красиво. Хотел прикопать нового Грунцера. Прикапывает шамана. Тут вынужден пурш использовать. И приходит алхимик. Очень все красненькое. Персональный телепорт от Блэйда. Лайла. Козел в зоне риска. Минус шаман. Минус грант наверху. Минус еще один грант. Ой, блин, я бы вышел на самом деле. Просто эксп не отменил. Пол армии потерял. Козла не убил. Нормально так в плей-оффе 0.3 отлететь. Ну, экстремальный криппинг от Орка. Чего? Ожидаем экстремальный криппинг. Мы его видели сто раз. Сахе очень нужен этот опыт. Он все делает для того, чтобы побыстрее прокачаться. И в результате сейчас остался без шамана и трех грантов. Блэйд там бегает за козлом. Алхимик крепится сам. Ну и отмена шахты, скорее всего. Козел тут один не сможет ничего сделать. Маны на прикупку нет. Это минус 400 голды. Приблизительно. Просто на отмене шахты. Козел заигрался. Здесь не мог никаким макаром блэйдмастер просто так козла убить. Ну, если козла крепишь. Ой, в смысле, если козла контролишь. У них сопоставимая скорость перемещения. Ботинок никаких нет. Просто, видимо, козлику внимания не уделил Мун. Там свиток скорости был? Может быть, кстати, да, заюзанный. Понял, спасибо. Шахты только сейчас восстанавливать начал. В третий раз, Мун. Позиция плохая. Ворвался Сойин очень грамотно. Правда, у него блэйд первого лайола. Это проблема. Но минус 2 арчи. Виспы подходят поздновато. Кстати, хекста нет. Надо лечить. А почему алхимик не лечит? Третий алхимик почему не лечит? Вы видели одно лечение хотя бы? Во, пошло. Арчи нараздавал Мун. Блейда подкормил. Ой, ну что за отдача? Луналики, алло. Козла сейчас могут порезать. Ну лечи его алхимиком. А, нет маны. Минус блэйд. Ооо, минус блэйд. Кио-джи умирает. Хотел подлечить алхимика. Получилось, что он как бы справил уже на мертвого козла. Некрасиво, некрасиво. Чуть-чуть не успел. Мне кажется, у него маны не хватало. И он как смог, как собрался силами, Так и начал лечить В таверне нужно Восстанавливать героя Потому что даже Амун может восстановить, а орк не может Слишком мало золота Минус шаман Но в целом все равно очень хороший размен для амуна То есть отдача Блэйда такая Более ранняя, чем отдача Козла Это уже важно Более-менее равный Размен по юнитам Оставшимся То есть лимиты сопоставимы, как вы видите Но в условиях Уже работающего экспанда Это, конечно, плюс для эльфа Мун решил не восстанавливать Козлика в таверне Подэкономил Да, база работает Тинкер третий Мун такой наглый, блин У него отменили дважды шахту А он при этом еще в Т3 изначально шел Он после чего... А, не, понятно после чего Он пошел в Т3 сразу после Крипджека То есть принял решение идти в Т3 сразу после Крипджека того, удачного Классно Сколько экспы дает Змейка, сколько Арчур, как-то знает, не будет Блин, я не помню Там 25 Змейка, кажется, 32 с половиной И что-то там 42 или 37 с половиной А за Арчу я... Я не скажу точно И по Змейкам точно не скажу Но я думаю, что сопоставимо вторая Змейка будет приблизительно столько же, сколько Арча Арча 45, вроде говорят Ракеты будут? Не-не-не, он для факторки это взял Блин, Орко очень много здесь Пять Грантов, два Шамана Четвертый СХ Надо как-то грамотно факторочку кинуть Алхимик идет вперед с двумя бутылками Где факторка, алло? Кинь раньше, кинь раньше Пусть откатывается Там где-нибудь у леса просто ее закинуть наверх Рядом с Экспом Во! Нормальное место Одобряю Там уже столько Змеев Посмотрите, они там Давят Робогоблины идут, хорошие Тинкера сейчас будет бить Надо бутылку ему передавать Став Хорошая тема Робогоблины всегда в плюс А, вот факту Факту плохо Факта отлетает очень быстро От магического урона теперь Алхимик четвертый 44, 51 Муна больше, но Как бы там ему Экспанд не отменили Да, и тыкает Орк в Экспанд Мун должен вписываться За него вписывается Еще одна факта Нагловато факта Но Орку хватает Став откатился, интересно, или нет Тинкера бьют Бутылка Блэйд ин вул Лечение Лечение, лечение, лечение где? Не нужно лечение Осидка, прикопка, сахаминус Ну, под арбой он умирает Просто как Кот, кот, какой-нибудь кот Стрельни! Есть! Красава, кот, гг 3-0 Ну, слушайте, луналики фаворит Игра не без проблем, конечно Периодические отдачи Ха-ха-ха, блин! Марк, Марк наш, наш докат ответил По-боевому ответил на заявление этого Ха-ха, хорош! Без промедления Мы заявим О-о-о-о Красава, война продолжается Отличный сегодня день Как вы думаете, во сколько по времени будет играть Фогич? Я думаю, на серию надо закладывать где-то часа полтора Даже побольше Потому что вот сейчас 3-0 и полтора То есть где-то в пол пятого стартанет Да, Аспирант, я могу сделать стоп-старт Сделал v-в-в-в